Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня утром я сделал пост в телеге о том, что по доту у нас очевидный лонг и это так, ребята, посмотрите. Что мы видим по доту? Здесь сошлись очень многие показатели. Смотрите, во-первых, мы находимся на дне нашего накопительного канала, откуда исторически дот выбивался всегда очень хорошо наверх. Во-вторых, у нас с вами на 12-часовом таймфрейме это происходит. Желтая точка на сайфере вот здесь снова. Правда, вот эта желтая точка, вы скажете, так себе отработала, но это все относительно, потому что, смотрите, предыдущая желтая точка вот здесь вот отработала идеально и мы улетели. А на дневку, если вы посмотрите, то предыдущей желтой точки здесь даже не было. А вот здесь вот была, ребята, желтая точка на дневке, что подтверждает нам, что сейчас вот эта зеленая точка тоже является желтой. Короче говоря, сайфер просто сжет. Посмотрите, манифлоу становится зеленым, сетка AMA Ribbon еще здесь не развернулась на дневке, но на 12-часовом таймфрейме уже развернулась в бычью сторону. Соответственно, у нас все сигналы здесь бычие указывают на то, что это разворот тренда и доту пора бы уже начать расти. Да, еще раз, желтые точки, накопительный канал, выход из него. Сетка AMA Ribbon развернулась в бычью сторону, как здесь, вот так и вот здесь. А, и зеленый манифлоу, конечно же, здесь у нас зеленый манифлоу, такой же, как начинался вот здесь. Короче, все говорит за лонг. Ребята, такие моменты бывают редко. Дисклеймер, конечно же, не финансовый совет, но я думаю, что я буду наращивать позицию по доту. В принципе, я держу и так небольшую лонг-позицию по доту еще с 17 долларов, но думаю, что разгружать ее точно сейчас не буду. Буду, скорее всего, наращивать позицию. Где буду наращивать позицию? Пока еще не решил, прямо сейчас вместе с вами смотрим. У нас есть ускорение тренда, да, закругление параболической поддержки. Соответственно, либо мы сейчас уже на ней, либо чуть-чуть мы можем сходить ниже еще и дать откатик, где можно было бы неплохо добрать еще дота. То есть, грубо говоря, на глаз, на самом деле, если будет падать, надо докупать и не бояться лететь наверх. Вот, по остальным сделкам все так же. Биток, эфир, XRP, битдау, дэш, естественно дэш. Ну, сейчас посмотрим и дэш. Давайте взглянем биток, потому что, смотрите, дот на самом деле очень похож на биток. Хай, лоу, повышающийся хай, повышающийся лоу. И кто говорит, что это тренд медвежий, просто невежда, или просто тролли какие-то. Хотя я знаю, много уважаемых людей тоже считают, что это тренд медвежий. Ребят, ну, блин, изучите основу теханализа, прежде чем так говорить. Смотрим на биток. Тут то же самое у нас, повышающийся хай, повышающийся лоу. Поэтому все идет по плану, друзья. По битку вот у нас, смотрите, как красиво на сайфере здесь поджимались вот эти вот волны. И вот мы вышли в зеленый манифлоу. Я не знаю, что тут еще говорить, как бы все идет по плану. Посмотрите, биток идет точно по желтой стрелочке, как мы и рисовали. Естественно, естественно, не бывает так, чтобы биток только рос. Вот, посмотрите здесь. Он может и сквизить вниз вот так вот резко. Поэтому будьте готовы, если он будет сейчас сквизить до сетки IMA Ribbon куда-нибудь вот сюда, например, если он так сделает, ключевое слово «если» и упадет куда-нибудь на 43 тысячи, то там надо не чтобы вас ликвидировало, а там надо докупать, не бояться. Поэтому очень-очень даже правильно часть позиций разгружать на росте, что я, собственно, и делаю. Кто смотрел мой последний стрим торговый, я там показывал как раз, как надо разгружать позицию на росте. И вот сейчас, например, на Femex у меня стоят лимитки на разгрузку битка. Несмотря на то, что я верю в биток, и я уверен, что он будет стоить и 100 тысяч долларов, там и больше, тем не менее, спекулятивная позиция с плечом должна быть разгружена. Понимаете? На росте постепенно нужно разгружать свое плечо. То есть по 2, по 3, по 5% от позы вы продаете. Потому что потом, когда начнется вот такое, вы сможете здесь докупить еще и взять это движение еще раз. Это очень важно понимать, друзья. Окей. Chia тоже вроде как показывает признаки на разворот, но я на нее сейчас много не ставлю. Не торгую ее в маржиналке. Вроде на Gate сказали есть бессрочный контракт. Ребята в чате, спасибо вам за это. Но такую бессрочную бездонную яму я бы пока не рекомендовал лонговать с плечом. А вот на споте потихонечку набирать самое оно. Поэтому ссылка на KuCoin тоже есть в описании, если вы заинтересованы в покупке Chia на спот. Ну и ссылка на Bybit, естественно, как всегда, ребята, тоже в описании, как и на Femex. На остальные биржи, на которых я торгую. Помните, вот у нас был с вами момент. Мы смотрели на то, как Dash стоял вот здесь в боковике. Искусственно сдерживали цену. И вот он из нее выбился наверх. Но не пошел дальше по сценарию, а вернулся обратно в этот канал. Посмотрите-ка. Вернулся на ретест канала. И что мы здесь можем с вами из этого извлечь? Да то, что он удержал точно поддержку этого канала. То есть здесь явно есть какой-то хороший плотный покупатель, который не дает дампить ниже цену. Посмотрим, сейчас сможем ли мы закрепиться над этим каналом и улететь наверх. Если так, то все продолжается дальше по плану. Я думаю, что обязательно сможем. Единственное, что мы всегда можем проколоть канал, собрать ликвидность ниже и потом улететь. Ну, сходить, допустим, за стопами тех, кто вот здесь вот все это время набирал. Поэтому тут ситуация двоякая. Тут наверняка ничего не скажешь. Сказать тут можно только глобально, что дэш очень-очень сильно недокуплен. Неприлично сильно недокуплен по сравнению даже с другими альтами. И вот сейчас мы тестируем наклонное сопротивление. Пробуем его пробить. Вот в прошлый раз мы с вами рисовали, что возможен откат до сетки МА и Риббон. Он все еще возможен. Какой-нибудь вот такой вот формы. И после этого следующая волна наверх. То есть какая-то вот такая вот форма может нас ожидать легко. Почему нет? Тем более, посмотрите, у нас вот здесь на 12-часовике с вами по дэшу тоже была желтая точка. Желтая точка вот в этом месте. Это очень сильный, как вы знаете, друзья, сигнал. Так что в целом, конечно, предпочтение сейчас это наверх. Скажем так, больший шанс движения наверх. Надо стоять по тренду. Тренд у нас тут развернулся. И в принципе более глобально я вам напоминаю, что тренд у нас бычий. Начиная с коронадампа. Если что. Если что, начиная с коронадампа, друзья, у нас с вами тренд довольно-таки бычий. Поскольку мы имеем дело с повышающимися хаями и минимумами. То есть, грубо говоря, у нас вот с вами первый повышающийся хай с марта 2020 года. Да? Вот этот в 500 долларов почти. И первый повышающийся лоу в 80 долларов по сравнению с 40. То есть раз, вот она ABC. И полетели дальше наверх. Так, что еще можно отметить? Basic Attention Token. Тоже находится в аптренде. И тоже достаточно сейчас дешевый. То есть я на своем канале, ребят, стараюсь вам давать монеты, которые еще не улетели. Как тот же Wave сейчас улетел уже. Или там что, я не знаю. Недавно Zilliqa улетела. Оно все понятно, что может еще сильнее лететь. Но мы с вами стараемся найти то, что на дне канала. Посмотрите. Basic Attention Token. На дне, даже можно сказать, под дном вот этой экспоненциальной поддержки. Да? Если канал по нему рисовать, то это вот восходящий, как раз кривой канал. Примерно вот такого вида. С экстремумами, где есть выпады наверх и выпады вниз. Так что сейчас по Basic нам по-хорошему нужно вернуться в канал и полететь дальше в космос. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash тоже все еще очень неприлично дешевый. Друзья, опять же, на 12-часовике мы, кстати, редко смотрим. Тут смотрите, как много желтых точек, которые нам сигналят о том, что все, ребята, все, пора. Даже вот эти желтые точки отыгрывали наверх. И в целом он дико, просто дико перепродан. Просто очень дико перепродан. Но, ребята, он был еще ниже. Напоминаю вам, что он был еще ниже. Ну, как, собственно, и любой другой альткоин. Там и Dash тоже был по 40 долларов, и ETH был по 80 или по 90. Понимаете? И BTC был когда-то по 3600. Поэтому тут говорить не о чем. Там только разница в том, что BTC уже улетел там на 20 иксов плюс-минус, и ETH еще больше. Со своих лоев. А эти монеты все еще там на 2-3 иксах от своего low. То есть тут потенциал именно наверх очень-очень-очень большой. Учитывая его предыдущие хаи. Так что по Bitcoin Cash, кто просил подробнее, вот, объясняю. Это, во-первых, форк биткоина. У них общая история. Это самый такой легитимный форк биткоина. Самый рабочий. Принимается всеми крупными биржами, кошельками, кастодиальными сервисами. Поэтому что бы ему скамить-то до нуля? Ну, странно бы было. Вот. И он находится очень дешево. Напоминаю, что предыдущий локальный хай у него был 1600, прошлой весной. А глобальный all-time хай у него был вообще там несколько тысяч долларов. 0,5 биткоин стоил. Вот. По 4000 долларов он продавался. Поэтому, в принципе, тут потенциал для роста-то огромный. Огромнейший. И дальше вы уже решайте сами, во что вам влетать. А эфир классик, допустим, мой любимый, тоже очень круто прет. Тоже огромный потенциал. Посмотрите, к биткоу он еще даже не раскрылся. К биткоу он только-только, похоже, начинает свой to the moon. Но, тем не менее, по сравнению с биткоин кэшем или с дэшем, он уже все равно очень неплохо отрос. И по сравнению с дотом. Понимаете, что я вам говорю? Он, конечно же, все еще очень дешевый. Даже к доллару. Но, тем не менее, он уже переписал свой all-time high. То есть, в сравнении с биткоин кэшем он уже сходил на 10 тысяч долларов. В сравнении с дэшем он уже сходил на 3-4 тысячи долларов. Понимаете аналогию? Чисто технический анализ. Ничего личного, только бизнес. Поэтому эфир классик может, конечно, и скорее всего сейчас пойдет на to the moon. Но я просто вас предупреждаю. Он уже выдал очень хорошие иксы тем, кто его набирал вот здесь. Поэтому, если вы хотите набирать монеты вот здесь, внизу, то это уже явно не эфир классик, не солана, не что там еще, нир, что вы там все любите торговать. Матики и прочее. Тут надо просто понимать. Это скорее лайткоин, который уже... У него был уже цикл хайпа. Он уже отпадал давно. Вот у него был цикл хайпа в 2017 году. Все, он отпадал, размялся, вернулся и снова лежит на поддержке. Поэтому, ребят, тут невооруженным глазом все видно. Лайткоин внизу, матик наверху. Ну, слушайте, я вот честно уже дежавю просто. Я не знаю, сколько можно это все повторять. Я надеюсь, что кому-то эта информация полезна, потому что только так работает рынок. Только так вот для меня он, по крайней мере, работает. Так я его вижу. И только так можно на нем не потерять. Если вы понимаете очевидные вещи вот эти, просто многих не понимают. Вы должны понимать, что матик сейчас объективно на хаях. BNB объективно тоже на хаях. Видите, мы смотрим месячный таймфрейм. Может ли монета на хаях пойти еще выше? Может. Но вероятность этого уже в лучшем случае 50 на 50. Или пойдет, или нет. Понимаете? А монета, которая на лоях, она с вероятностью 98% пойдет выше. Поэтому ищите монетки, которые вот здесь. Держите их, аккумулируйте, никого не слушайте. Подлите. И все будет отлично, друзья. Вот такой вот месседж сегодня вам. Ну и пока на этом все. Всем профитроли. Спасибо, что посмотрели. Хорошего дня. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok